О том, как проходит праздник в Шимкенте, расскажет наш корреспондент Катерина Попкова. Она сейчас находится на площади в новом административно-деловом центре. Катерина, здравствуйте. Расскажите, с каким настроением шимкенцы встречают 1 мая? Здравствуйте, Динара. Несмотря на небольшой дождик, жители пришли на праздник с приподнятым настроением. Сейчас у нас проходит настоящий многонациональный парад. Все народы, проживающие в Шимкенте, прошли по новой площади. А это 20 однокультурных объединений. Только в параде приняли участие более 400 человек. Сегодня праздничное настроение создает и хор. Его участники, а это больше сотни человек, исполняют песни на разных языках. Также нельзя не отметить две интересные постановки, которые назвали в честь важных политических программ. Нурлажол и Мангелик Ель. В них хореографы вложили глубокий смысл. Народ Казахстана выбрал свой путь в будущее, и он неразрывно связан с лидером нации, Нурсултаном Назарбаевым. Рядом со мной сейчас находятся председатели иранского этнокультурного объединения Нурспека Парпур. Нурсбек Курбанович, расскажите, что для вас значит этот праздник? Для меня сегодня двойной праздник. Первый, как вы знаете, буквально на днях народ по инициативе Ассамблеи народа Казахстана состоялись выборы, и народ избрал своего Ельбаса. Южно-казахстанцы приняли самое активное участие в этих выборах. Второй праздник – это день единства народа Казахстана, который отмечают во всей нашей республике. Вы видите, сегодня у нас на площади совместно с этнокультурными объединениями весь народ Южного Казахстана отмечает этот прекрасный праздник. Самое главное я хотел бы пожелать, что мы вместе со своим Ельбасы всегда будем поддерживать и добьемся больших успехов. Мира и просветания нашему народу, нашей стране. Спасибо. Жители Южного региона страны признаются, день единства для них самый любимый. Здесь в мире и согласии живут и работают 108 этносов. Сегодня на празднике можно было попробовать блюдо почти всех национальностей. Не оставила равнодушными горожан и выставка прикладного искусства. Здесь все, чем богаты народы Казахстана. Думаю, что праздничные гуляния по традиции у нас продлятся до позднего вечера. Динара. Спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент в Шимкенте Катерина Попкова.